Висагина сегодня посетила премьер-министр Ингрида Щемоните. С утра она встретилась с мэрами Вильнюсского и Швенчонского районных самоуправлений, где осмотрела центры вакцинации, а после полудня прибыла в наш город. В программу визита, цель которого – обсуждение процесса вакцинации, входила встреча в самоуправлении и посещение поликлиники, где у нас делают прививки от коронавируса. В завершение была организована пресс-конференция. Эти поездки не для того, чтобы просто ездить, подчеркнула Ингрида Щемоните. Не для того, чтобы жители Вильнюского района или, скажем, Швенчониса, Висагинаса увидели, как выглядит премьер, министр здравоохранения или президент. Цель визитов на месте – обсудить ситуацию с ответственными лицами, оценить трудности, учесть замечания и на основе этого корректировать решения, которые принимает правительство. К жителям нашего города Ингрида Щемоните обратилась и на русском языке. Дорогие висагинцы, я думаю, что всем уже надоело переживать в таких обстоятельствах, которые очень ограничивают наши повседневные какие-то дела и встречи, и общения. И поэтому я очень вас призываю, те, которые имеете возможность, привейтесь, воспользуйтесь этой возможностью, которая предоставлена нам наукой, и защитите себя, во-первых, а во-вторых, своих близких, своих окружающих от сложной болезни и компликаций, а всю общественность от тех рестрикций, которые, к сожалению, пока что присутствуют. Итоги сегодняшней встречи с главой правительства обобщил мэр Висагинеса Эрландас Галагус. Как прошла сегодняшняя встреча с премьером? О чем шла речь? Вы знаете, очень хорошо прошла. И как-то так по-дружески обменялись мнениями, что лучше сделать, как все-таки улучшить ситуацию. И вместо того, чтобы писать письма, как мы уже делали неоднократно, своими предложениями, лучше так, пообщаться, передать те, скажем, проблемы, с какими сталкиваемся. А решили одно, что высказали свои соображения, почему у нас люди, которые в той группе за 65 достаточно, так скажем, вяло принимают решения. Мы пояснили такую ситуацию, что процент незнающих государственного языка у людей, группы, которая за 65, наверное, самый большой. И много проблем из-за нехватки информации на русском языке, что премьер пообещала, что ту профессиональную информацию с научных работников, с врачей, они сделают уже и на русском языке, который мы сможем как бы распространять. О чем-то еще говорили? Конечно, говорили и о тех, скажем, наших предложениях, что мы предлагаем. Мы видим одно, что люди уже устали, люди уже соскучились по общению. И нужно все-таки принять решение, что мы помимо того здоровья, которое предлагает вакцина, все-таки должны люди и что-то дополнительное получить. Как, например, общение. То есть, если семьи уже привитые или семьи имеют иммунитет, то есть переболели, они могли бы общаться. То есть, люди, которые смогли бы встретиться и со своими близкими, детьми, внуками, это поступило бы еще дополнительным, скажем, стимулом принять решение вакцинироваться. Также говорили о том, что все-таки, особенно в нашем самоуправлении, когда у нас есть, скажу так, избыточные уже вакцины, нам бы дали возможность принимать решение и прививать людей, которые не в приоритетной очереди. Они, в свою очередь, тоже бы провакцинировавшись, все-таки, может быть, и предложили тем, которые в приоритетной очереди. А таких у нас уже зарегистрировано больше полутора тысяч. Так что, если будут такие решения правительства, мы сможем более свободно диспонировать самими вакцинами, которые имеем. А вы сами прививку сделали? Да, я сделал уже, вот как раз сегодня, пятница, уже три недели. И скажу абсолютно честно, никакого, никакого я ощущения не получил, помимо того, что просто укололи в плечо. А остальные работники самоуправления прививки? По-разному, по-разному. Есть те, которые так же, как и я, ничего не почувствовали. Были люди, которые, особенно первый день, чувствовали какое-то недомогание. Но буквально через день, через два уже себя чувствуют абсолютно хорошо, нормально. Так что, наверное, все зависит от организма. А в администрации самоуправления много специалистов привито уже? Сейчас под рукой этих цифр точных не знаю. Но то, что более 30 человек привились на прошлой неделе, это точно. Субтитры создавал DimaTorzok